Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы найдете большое количество интересной и полезной информации в том, что касается выбора поддержанного автомобиля. Обзоры на машины не только в формате тест-драйва, но и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных автомобилей, рассматривая их снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора – это автомобиль, который, будучи новым, представлял собой весьма интересное соотношение количества машины, качества и цены. Если вы ищете для себя большой и просторный семейный паркетник, вы наверняка обратите внимание на эту модель. Встречайте, Kia Sorento второе поколение. Kia Sorento второго поколения в кузове XM начал выпускаться в мае 2009 года и продержался на конвейере аж до 2021-го. По нынешним меркам это настоящий долгожитель. В 2012 году автомобиль прошел через рестайлинг, по результатам которого слегка освежили салон, а также сделали посимпатичнее светотехнику, что касается передних и задних фонарей. В общем, изменения по большому счету оказались косметическими. Что касается линейки агрегатов, эти автомобили могли комплектоваться довольно большим количеством двигателей. Здесь были и дизельный мотор, и целая плеяда бензиновых агрегатов, в том числе и V6 объемом 3,3 и 3,5 литра. Однако такие двигатели на российский рынок официально не поставлялись. И если вы задались себе целью найти Sorento из тех, которые продавались по каналам официальных дилеров, ваш выбор сведется к машинам с двигателем 2,4 литра, мощностью 175 лошадиных сил, если говорить о бензине, либо дизельный 2,2, мощностью 197 лошадей. Коробки передач у этих автомобилей могли быть либо механическими, либо автоматическими. А привод, кстати сказать, мог быть и передним. Правда, это касалось только бензиновых версий. Дизельные машины по определению шли с 4 ВД. Наш сегодняшний экземпляр как раз из первых партий. 2009 год выпуска. Бензиновый 2,4, автоматическая коробка передач и полный привод. Фактически это самое распространенное сочетание, с которым вы можете столкнуться на вторичке. И по традиции в начале обзора пару слов про кузов автомобиля, про его сопротивляемость к коррозии, про качество окраса и про заветную толщину в микронах. Что касается толщины лакокрасочного покрытия, у Sorento оно стандартное. Обычно показания толщиномера колеблется в диапазоне от 100 до 150 микрон. Что же касается качества покраски, Sorento в принципе покрашен неплохо. Однако, как и практически любой другой автомобиль, он склонен ловить сколы по кузову. И если этими сколами своевременно не заниматься, они могут со временем начать цвести. Особенно это касается наиболее уязвимых мест, таких как кромка капота и передний козырек крыши. Поэтому если при осмотре поддержанного Kia Sorento вы вдруг обнаружили косметически подкрашенный участок на крыше в районе лобового стекла, не спешите паниковать. Скорее всего, в данном случае как раз таки убирали сколы. Изначально Kia Sorento, кстати, не отличался большой склонностью к появлению ружавчины. Однако, годы идут, и самые старые автомобили разменяли 11 лет. Поэтому при осмотре смотрите все те же самые стандартные места. Это нижние кромки дверей, места на стыке пластика и металла. Не лишний будет при осмотре обратить внимание на целостность подрамников автомобиля. Это касается как переднего, так и заднего. А также посмотреть подкапотное пространство на предмет отсутствия коррозии на брызговиках и лонжеронах. Кроме того, на Sorento, как и на многих больших универсалах с несущим кузовом, есть определенная проблема с жесткостью кузова на кручение. А это значит, что со временем, так или иначе, пятая дверь может начать слегка гулять в проеме. Результат этого вряд ли проявится в виде ржавчины, но потертости на лакокрасочном покрытии пятой двери изнутри могут присутствовать. Также к особенностям модели вряд ли можно отнести со временем теряющий товарный вид хромированной поверхности. Ну а что касается вещей, которые имеет смысл проверять при осмотре бэушного Kia Sorento, в первую очередь, по салону, это работоспособность салонного отопителя. Как ни странно, но с заменой вентилятора печки многие владельцы сталкиваются на пробегах за 100 тысяч километров. Кроме того, обратите внимание на то, чтобы заслонки климата работали исправно. То есть при осмотре автомобиля прогоните климатическую установку через все режимы и направление обдува. Все должно функционировать и без всяких посторонних звуков. Не очень часто оно встречается на Sorento и проблема с подрулевым шлейфом. В данном случае она может выражаться как в горящей лампочке водительской подушки безопасности, так и в нерабочих звуковом сигнале, либо кнопках на мультируле. Хотя сама по себе процедура замены шлейфа и не особо дорогостоящая. А вот проблема с неверно работающим указателем уровня топлива в баке на этих автомобилях тоже попадается. И, как правило, решается она лишь заменой одного либо двух датчиков уровня топлива в баке. А вот это уже не особо бюджетно. На стоимость замены этих двух компонентов, в принципе, можно отремонтировать подвеску на каком-нибудь гольф-классе. Правда, только на одной оси и дубликатными запчастями. Ну а теперь переходим под капот Kia Sorento второй генерации. И поговорим про силовые установки, которые вы могли здесь обнаружить. Как уже было сказано во вступлении, если вы будете искать себе Sorento, проданный по каналам официальных дилеров, ваш выбор сведется к бензин или дизель. Бензиновый двигатель, как в нашем случае, объемом 2,4 литра. Его индекс G4KE. Это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров мощностью 175 лошадиных сил. Конструктивно этот двигатель близок к мотору G4KD, который вы можете обнаружить под капотом до рестайлинговых AX35, либо Kia Sportage соответствующих годов выпуска. Основным отличием этого двигателя от G4KD является наличие балансирных валов, которые выполнены в едином блоке с масломасосом. Из элементов, усложняющих конструкцию мотора, можно отметить фазовращатель, а также впускной коллектор переменной геометрии с заслонками, который может работать в двух режимах. Причем, каких-либо дополнительных сложностей в эксплуатации и ремонте этот коллектор в данном случае не сулит. Что касается привода ГРМ, на этом моторе используется цепь. Ресурс цепи плюс-минус средний по современным меркам, около 150 тысяч километров. Потом может понадобиться ее замена. Что касается регулировки зазоров клапанов, в данном случае их придется выполнять самостоятельно вручную, поскольку гидрокомпенсаторов на этих двигателях нет. Ресурс этой силовой установки в среднем около 200 тысяч километров пробега. Надо отметить, что по сравнению с G4KD этот двигатель не столь склонен к появлению задиров на стенках цилиндров. Однако все бывает. Поэтому, если при осмотре Соренто вы слышите подозрительно жесткую работу мотора, не поленитесь загнать его на всякий случай на эндоскоп, если все-таки вы отважитесь на его приобретение. Однако, помимо задиров, у этих двигателей есть еще одна особенность, которая, правда, происходила далеко не со всеми выпущенными автомобилями и не у всех собственников. Касается она возможности проворота вкладышей вследствие масляного голодания. Такое иногда случается при выходе из строя маслонасосов. Поэтому, если вы смотрите подобный автомобиль, тщательная диагностика с прослушиванием всех возможных шумов по блоку специалистами, в общем-то, основательная рекомендация. Также, если вы покупаете Соренто с бензиновым мотором и собственник, предыдущий собственник, имеет чем подтвердить выполненный капитальный ремонт с гильзовкой и, соответственно, заменой маслонасоса, который обычно меняют на таковой от Г4КД, уже без блока балансирных валов, то это скорее плюс, чем минус по данному автомобилю. Хорошо отремонтированный двигатель позволит вам проехать на этой машине еще более 200 тысяч километров пробега без особых заморочек. Рекомендации по эксплуатации данного мотора следующие. Меняйте масло почаще, желательно вдвое чаще, чем это предусматривает дилерский регламент. То есть, не раз в 15, а раз в 7-7,5 тысяч километров пробега. Второе. Используйте качественные горюче-смазочные материалы. Эти двигатели также не любят масел низкой вязкости. Старайтесь использовать что-то наподобие 5В40. Это продлит жизнь вашему агрегату. Ну и последнее. Следите за частотой радиаторов охлаждения. Исправно функционирующая система охлаждения также залог долгой службы вашего Г4КЕ. Второй двигатель. Дизельный мотор. Его индекс D4HB. Это также рядная четверка, оснащенная турбокомпрессором. Объем 2,2 литра. Мощность 197 лошадиных сил. А вот крутящий момент в 440 ньютон-метров существенно выше такового у бензиновой версии. Дизельный Соренто едет намного резвее. А топливо ест поменьше. В городском цикле этот автомобиль способен уложиться в 10 литров солярки на 100 км пути. Сам по себе дизельный двигатель, в частности поршневой группы, выглядит предпочтительнее бензинового варианта, поскольку не имеет проблем с задирами, а также с проворотом вкладышей. Однако этот дизель и тщательная диагностика при покупке такого мотора не исключает последующую возможную замену или ремонт, например, топливных форсунок, которые стоят отнюдь недешево. Также при использовании некачественной солярки может подкинуть проблем топливный насос высокого давления. В приводе ГРМ на D4HB также используется цепь. Ее ресурс порядка 130-150 тысяч километров до замены. Раньше этого срока может выйти из строя гидронатяжитель. Как правило, по причине редких интервалов замены масла и по причине езды на все том же грязном масле. В этом случае со стороны цепи при работе может наблюдаться повышенный шум. Что касается ресурса турбокомпрессора на D4HB, по этому параметру вопросов особо нет. Турбина здесь весьма ресурсная, фирмы Гаррет. Проблемы могут возникать, опять же, не на всех автомобилях, в связи с подклиниванием штока привода изменяемой геометрии самой турбины, а также в связи с отказом датчика давления наддува. Также на дизельном двигателе вам придется раз в 60 тысяч менять по регламенту свечи накала, которые имеют свойство прикипать. Кроме того, раз в 30 тысяч километров следует менять топливный фильтр под капотом, а раз в 60 – фильтр в баке. Именно это обеспечит вашему двигателю работу без лишних перебоев в тяге. Объем масла, который заливается в дизель, в данном случае достаточно большой – порядка 8 литров. А частота его замены, поскольку речь идет о турбодизеле, это те же самые 7, а то и 5-6 тысяч километров пробега. Что касается расхода масла на этих дизельных моторах, сам производитель уверяет, что присутствие некоего расхода в зависимости от стиля вождения, порядка 500 грамм на 1000 километров пути для них нормально. Однако многочисленный опыт владельцев подобных автомобилей таковое не подтверждает. Зачастую этот двигатель мог подъедать масло при обкатке, но после 15-20 тысяч километров все приходило в норму. И очень многие владельцы подобных автомобилей, при условии, что двигатель полностью исправен, и в том, что касается поршневой группы и трубокомпрессора, как правило, на расход масла вовсе не жалуются. В общем и целом, ресурс дизеля D4HB очень высокий. Эти моторы выхаживают свыше 350 тысяч километров пробега. Так что, если все же вы выбираете между бензином и дизелем, помните о том, что и тот, и тот двигатель следует приобретать только после тщательной диагностики. Но в случае попадания на ремонт, затраты на приведение в порядок дизельного мотора все же будут выше, чем на ремонт бензинки. Про двигатели поговорили, теперь поговорим про коробки передач. Kia Sorento в кузове XM мог оснащаться двумя вариантами автоматических коробок и одной механической. По механике вопросов в целом нет. Встречаются такие коробки крайне редко, и, как правило, владельцы своих особо ничем не расстраивают. Ресурс компонентов сцепления стандартный, в зависимости от стиля эксплуатации, в районе 100 тысяч километров пробега. При покупке автомобиля с механикой имейте в виду, что маховик здесь двухмассовый. И, соответственно, если на тест-драйве при переключении передач вы слышите удары со стороны коробки, то, скорее всего, маховик этот уже свои демпферные функции не выполняет. Его замена может быть достаточно небюджетна. В остальном, по механике, каких-либо вопросов нет. Нет их, по большому счету, и по автоматическим коробкам. Кое-как уже было сказано, сюда могли устанавливаться две разновидности. А6МФ2 устанавливалась на машину с двигателем 2,4 литра и представляла собой классический гидромеханический шестиступенчатый автомат. На версии с дизелем и на версии с В6, которые официально в России не продавались, стояла другая конструктивно похожая коробка А6ЛФ2, которая имеет более крепкие усиленные планетарные ряды, а также валы под больший крутящий момент, соответственно. При условии регулярной смены масла хотя бы раз в 60 тысяч километров пробега и при условии, что вы не используете Соренто в качестве гоночного болида, эти коробки способны отработать за 250 тысяч километров пробега. То есть по нынешним современным меркам они являются практически эталонно надежными. У тех же, кто часто путает дороги общего пользования с гоночным треком и любит уходить со светофора с пробуксовкой, достаточно быстро будут изнашиваться накладки блокировки гидротрансформатора и, соответственно, загрязнять масло, что впоследствии может привести к выходу из строя соленоидов гидроблока. Ну а далее по цепочке неисправные мозги коробки потянут за собой и выход из строя механической части. Так что в целом по трансмиссиям на этих автомобилях, как правило, все нормально. На тест-драйве обращайте внимание на то, как работает КПП. На ходу не должно быть дерганий, рывков и толчков при переключении. Исправный автомат на Соренто ведет себя прилично. Теперь перейдем к разговору о ходовой части Киа Соренто в кузове XM. В отличие от первого поколения, это более неравный автомобиль. Здесь несущий кузов и построен он, по большому счету, по легковой схеме. Передняя подвеска типа Макферсон, сзади используется многорычажка. Что касается ходовой части Киа Соренто XM, многие были недовольны ее излишней жесткостью. Однако это понятие весьма субъективное и при тест-драйве вы поймете, нравится вам подвеска Соренто или все-таки можно было покомфортнее. Ну а теперь поговорим про прочность этой самой подвески. Ресурс рулевой рейки, традиционно самого дорогого компонента любой ходовки, на Соренто в принципе средний. Но она не относится к супернадежным узлам. Поэтому при покупке подобного автомобиля, особенно с пробегом, уделите рейке особое внимание, дабы сразу после покупки не заниматься ее восстановительным ремонтом. В остальном, к одним из самых слабых узлов ходовой части традиционно относятся стойки стабилизатора. В данном случае их ресурс очень сильно будет зависеть от режима эксплуатации. Если автомобиль ездит преимущественно по асфальту, рассчитывайте на 35-40 тысяч километров пробега до замены. Если же вы используете автомобиль преимущественно на грунтовках и дорогах с усовершенствованным покрытием, то готовьтесь менять их вдвое чаще. 15-20 тысяч. Срок службы шаровых опор на Сорентох в среднем около 40-50 тысяч километров пробега, опять же в зависимости от режима эксплуатации. Однако детали ходовой на этот автомобиль стоят не особо дорого. Чуть больше этого также служат ступичные подшипники. Ресурс около 60-80 тысяч километров пробега в зависимости от размера и веса установленных на автомобиль колес. Что касается ресурса соренблоков передних рычагов, например, или амортизаторов, то с необходимостью их замены большинство владельцев Соренто сталкиваются где-то на пробегах около 100-120 тысяч километров. Что, в принципе, по легковым меркам довольно неплохо. Разумеется, если вы смотрите полноприводный автомобиль, вы должны убедиться в отсутствии люфта на крестовине кардана, а также в исправности подвесного подшипника. Что касается задней многорычажной подвески Соренто, ресурс резинок сайлентблоков, которых здесь достаточно немало, более 100 тысяч километров пробега. Также на Киа Соренто, как, собственно, и на Мазде 6, например, имеют свойство закисать развальные болты. Имейте в виду, если вы купили автомобиль, который по виду достаточно долго не обслуживался и собираетесь производить какие-либо работы с их демонтажом. Однако все возможные моменты по ходовке довольно несущественны, так как стоимость даже оригинальных запасных частей на этот автомобиль отнюдь не кусача. Тем более, что на рынке полным-полно компаний, предлагающих детали заменителя по еще более демократичным ценам. А вот на что следует обратить самое пристальное внимание, помимо двигателя, при покупке Киа Соренто, так это на исправность полного привода. 4 ВД на Соренто реализовано по классической схеме для паркетников. Основной привод здесь на переднюю ось. По требованию при пробуксовке задняя ось подключается в работу через муфту. Ее также можно принудительно заблокировать до 40 км в час. В этом случае задняя ось будет вступать в работу сразу. Так вот, при осмотре автомобиля, если вы не имеете возможности проверить работу полного привода просто на тест-драйве, например, вы покупаете автомобиль летом, не поленитесь вывесить ее на подъемнике. Ремонт отказавшей муфты выльется в копеечку. А на более тяжелом Соренто эта проблема встречается почаще, чем на АХ-35 или на Киа Спартрейдж. Итак, какие выводы можно сделать после всего вышесказанного про Киа Соренто второй генерации? Можно ли покупать такой автомобиль себе в эксплуатацию, либо не стоит? Наше мнение, покупать такую машину можно, ведь за относительно небольшие деньги этот автомобиль представляет собой довольно много машины. Это комфортный, большой, очень вместительный паркетник с высоким клиренсом и полным приводом. Немаловажно и то, что не так много производителей предлагают модели в семиместном исполнении, а Киа Соренто как раз к таковым относится. Да, есть определенные нюансы в том, что касается выбора конкретного экземпляра. Нужно внимательно подойти к покупке автомобиля с точки зрения диагностики двигателя перед тем, как отдавать за машину деньги. Неважно, берете вы бензин, либо дизель, но тщательная диагностика позволит вам купить именно тот ухоженный экземпляр в хорошем состоянии, который не устроит вам неплановые затраты на ремонт двигателя. Коробка передач никаких нареканий в данном случае не вызывает, а полный привод элементарно проверяется. В том, что касается кузова и лакокрасочного покрытия, у Соренто, по крайней мере, пока в 10-летнем возрасте все неплохо. И ржаветь, как некоторые представители золотой эры автомобильной промышленности, они особо не торопятся. Поэтому, если вы ищете для себя большой вместительный комфортный паркетник для передвижения по городу и по трассе, Kia Sorento может быть тем автомобилем, на котором вы остановите свой выбор. Ну вот и все на сегодня. Если наш обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и указывайте в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть на нашем подъемнике в будущем. Кроме того, если у вас есть или был Kia Sorento в кузове XM, и вы проехали на нем не одну суть на тысячу километров, соответственно, вам есть чем нас поправить или чем нас дополнить, пишите в комментариях. Людям, подбирающим себе подобную машину, именно ваш комментарий может оказаться очень полезным. Спасибо за просмотр. Хорошего дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok